Дорогие друзья, приветствую вас на канале Делай профессионально. Очень сильно заболела весной помидора, появилась другая проблема, которая называется фитофтора. И такой результат отбил всякое желание вообще заниматься больше. Дорогие друзья, приветствую вас на канале Делай профессионально. И сегодня я хочу продолжить съемку о наших томатах калибри и рассказать о экстренном спасении помидоры от фитофторы. Как видите, уже у нас поправилась наша помидора и очень хорошо начала завязываться и нарастают плоды. Я покажу еще здесь. В общем, с этим, слава богу, ситуация хорошая и видим неплохие результаты, так как я уже говорил в предыдущем видео. Очень сильно заболела весной помидора и начала массово пропадать. Именно тогда, когда начали завязываться первые, или вернее вторые и третьи завязи. Очень было холодно, но сейчас появилась другая проблема, которая называется фитофтора. Если не бороться с фитофторой, вот такая вот беда будет на наших томатах. Сначала фитофтора поражает листья, они сохнут, желтеют и потом быстренько сохнут. Вот, как видите, уже очень много листьев поражены. И я вынужден просто спасать плоды, которые наросли, потому что если этого не делать, как видите, очень быстренько фитофтора просто, скажем так, уничтожает наш урожай. Значит, здесь особенно влажно у меня в теплице, потому что тут у меня еще небольшой пруд возле теплицы и постоянно влага. Несмотря на то, что стабильное проветривание, то, что необходимо для помидоры, все равно здесь влажно и здесь много слизней, и фитофтора начала развиваться. Значит, в этом видео я покажу, каким средством буду пользоваться. Но сначала я хотел сказать, как сделать все, чтобы фитофторы не было. Во-первых, нужно стараться, чтобы всегда наша рассада была здоровой. То есть на всякие слабые растения, всякую слабую рассаду, постоянно всякие болезни лезут. Второе, если очень влажно в теплице или, например, пошли дожди, и такой дождливый пошел период, особенно ночью или утром дождь, днем жара, сразу фитофтора начинает быстренько развиваться. Кстати, ее им очень много в грунте, поэтому обязательно нужно делать профилактику. Значит, проветривание теплицы, правильный полив, нечастый, как правило, помидора любит. Если загустили мы помидору, быстренько там развивается фитофтора. Значит, еще один момент, если у нас возле кустов растут сорняки, они также переносят всякие болезни, и в том числе и фитофтору. Постоянно, если, допустим, у нас уже завязали здесь плоды, то все остальные, значит, и побеги, и листья нужно обрывать. То есть, чтобы максимально было воздуха возле нашего томата. Это также очень хороший профилактический метод обрывать листья. Ну и то, что я сказал. Если густо посажено, значит, будут у нас проблемы. Ну и профилактика. Нужно использовать всякие биологические методы, там, и йод, или, скажем так, фунгициды био. То есть, всегда легче сделать профилактику, она более эффективна, чем потом все массово лечить. Так как у меня уже вот такие вот серьезные проблемы, в этом видео я покажу, чем я буду лечить фитофтору. И хочу сделать ударение на том, что если я не буду лечить от фитофторы, у меня здесь 2000 кустов, буквально уже где-то кустов 20 сильно поражены фитофторы, именно плоды. Листьев-то много поражено, но самих плодов еще немного. И, как видите, если не буду бороться, еще раз повторюсь, то очень быстро ждет вот такая вот доля все томаты, которые здесь в теплице. Их очень много, и необходимо спасать. Скажу, где-то 2 года назад у нас примерно было 300 кустов на улице посажено, и тоже пошла фитофтора, но тогда только первый год я стыкнулся с такой проблемой. И, скажу честно, ничем я не обрабатывал, и буквально за 2 недели, где-то примерно уже 300 кустов, которые были очень сильно завязаны уже на них плоды, большие плоды, они просто сгнили на огороде, и такой результат отбил всякое желание вообще заниматься больше помидорами и так далее. То, чтобы так не было, обязательно нужно, скажем так, правильно подходить к этому моменту, делать обязательно помидоре профилактику, и если уже так получилось, что заболела наша помидора, обязательно лечить. Значит, для профилактики я использовал Квадрис, и после этого я использовал еще такой препарат, как Редомил. Это не реклама, я просто говорю о том, что я использовал. Значит, и сегодня я еще хочу показать один препарат, но больше того не сам препарат, а конкретно как правильно приготовить смесь, чтобы это было эффективно. Наперед скажу, что обязательно нужно при всех фунгицидах, инсектоцидах или удобрениях всегда использовать прилипатель, потому что прилипатель, он не только служит для того, чтобы не смывало там росой или дождем, да, наши удобрения или фунгицид, но прилипатель, он усиливает действие самого препарата, поэтому обязательно всегда нужно использовать. Итак, друзья, я сейчас покажу, как приготовить смесь для опрескивания от фитофторы. Как приготовить саму смесь? В данном случае я буду использовать препарат Курзак. Говорю это не для рекламы, говорю это потому, что, например, очень мало я встречал для себя роликов, где конкретно говорят, чем пользоваться при той или другой проблеме. В данном случае у меня проблема, и знаю, что многие готовы услышать хоть какой-то совет, да, если уже пришла серьезная проблема и урожай пропадает. Как видите, у меня 2000 кустов, и что-то нужно делать, потому что будут серьезные проблемы и просто пропадет урожай. Хорошо, когда мы берем любой препарат, в первую очередь, друзья, всегда нужно искать места, где действительно продают качественные препараты. Почему? Потому что, ну, во-первых, тяжело смотреть за нашими растениями, да, постоянно опрескивать, тратить наши деньги, ну и, естественно, хочется иметь результат. Поэтому старайтесь всегда искать те места, где продают качественные препараты, потому что не всегда, если вы купите даже там, или Редомил, или Квадрис, не всегда название может быть соответствовать качеству, да, поэтому это очень важно. Значит, на что нужно смотреть, я повторюсь, когда мы берем фунгицид? Первое. Как его развести? В данном случае я посмотрел, что здесь на 5 литров идет 25 грамм этой смеси. Я уже ее на весах отважил. Значит, второй момент. Тут пишет, что обязательно не больше трех обработок. Это тоже важно. То есть, если будет больше, чем 3 обработки, это уже негативно скажется на самом растении. Следующий момент. Минимум 4 дня нельзя работать в теплице и дышать тем воздухом, который после того, как мы сделали обработку. То есть, 4 дня никаких механических работ мы не производим. Значит, и минимум 10 дней ждем, чтобы сорвать плод. То есть, если вы хотите обработать фунгицидом, важно перед тем огурцы или помидоры оборвать. Тоже важно. И еще один важный момент. Советую 3 раза обработать этим препаратом. Не раньше, чем через 10 дней. То есть, 10 дней прошло, обработали. 10 дней прошло, опять обработали. И 10 дней прошло, и опять обработали. То есть, максимально 3 обработки, интервал 3, 10 дней. И, друзья, еще один совет. И покажу, как делать смесь. Нужно понять такой момент. Чем сильнее мы берем препарат, тем на следующий раз после обработки нужно брать сильнее. Например, взяли квадрис, после этого нужно брать сильнее препарат. Ну, например, ридамил. Если я, например, уже пользовался ним, нужно тогда брать что-то сильнее. Мне посоветовали этот препарат. Итак, как я уже сказал, я посмотрел по инструкции, что этого препарата идет 25 грамм на 5 литров. У меня на 16 литров опрыскиватель, поэтому я беру чуть-чуть больше, чем 80 грамм смеси. 3-4 литра здесь я развожу. И, друзья, так как у меня здесь 16 литров, примерно литров 10 я уже набрал. То есть, чистой воды 10 литров. После этого я размешиваю фунгицид. Очень тщательно нужно размешать. После того, как я размешал, значит, необходимо залить в опрыскиватель. И никогда не стойте над опрыскивателем, когда заливаете туда или фунгицид, или яды, потому что токсичный воздух выходит с опрыскивателя. И это очень вредит нашему здоровью. Как видите, осталось еще у меня на дне. Значит, я еще добавляю, чтобы очень хорошо все размешать. После этого нужно развести прилипатель. Значит, на 16 литров воды я беру 16 мл прилипателя. Сюда добавляем небольшое количество воды и размешиваем в малом количестве. Никогда нельзя такой прилипатель сразу добавлять в опрыскиватель. И добавляем еще немного воды. И размешиваем. Выливаем. Теперь необходимо еще раз делать размешивание. Очень тщательно. Так, после того, как мы убедились, что уже у нас все размешано, мы добавляем количество, которое нам не хватает, еще остальной водой. Теперь у нас полный опрыскиватель. И еще раз делаем размешивание. Очень тщательно нужно размешивать, чтобы одинаковая концентрация была у нас в опрыскивателе как сверху, так и снизу. Так, теперь закрываем опрыскиватель. Друзья, два слова скажу за опрыскиватель. Очень толковый. На 16 литров. Конечно, поначалу немного тяжело, если брать полный опрыскиватель, то есть 16 литров. В принципе, 10 вполне нормально. За раз можно обработать как минимум 6 соток. Если это, например, перец, томата, то где-то нужно примерно 2 опрыскивателя на 6 соток. Значит, и следующий момент. Одной зарядки хватает на как минимум гектар, где-то на 100 соток обработать. То есть, очень толковая вещь на аккумуляторе опрыскиватель. И еще одно, что скажу. Обязательно всегда нужно использовать респиратор, особенно если используем яды. В общем, без респиратора не пользоваться фунгицидами, инсектоцидами и так далее. Так, ну и легким опрыскиванием делаем опрыскивание томатов. Я думаю, скажем так, чтобы было только напыление. Сейчас покажу ближе. Видите, да? Друзья, если видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok